Привет любителям физики и физического эксперимента! Последнее время в широких народных массах распространился интерес к проблемам гидродинамики и гидростатики, о чем свидетельствует рост просмотров нашего ролика «Гидростатический парадокс», который вообще-то связан с школьной темой, которая изучается в седьмом классе. Но, тем не менее, многие зрители высказывают сомнения в правильности и тех опытов, которые мы показали в этом ролике. Особое сомнение вызывает опыт с бочкой Паскаля. Люди пишут, ну, во-первых, что Паскаль, наверное, никаких опытов с бочкой сам не проводил, и это все есть измышление. А, с другой стороны, другие люди пишут, что, а если такой опыт провести, то, наверное, бочка выдержит. И вообще, может быть, давление в ней совершенно не повысится. Поговорим сначала об исторической подоплеке всей этой темы. И, по всей видимости, Паскаль действительно не делал опыта с бочкой, потому что в его основном трактате о рвановесии жидкости, посвященном гидростатике, нет ни слова об этом красивом эксперименте. Хотя он описал множество опытов, которые он действительно проделал. И, тем не менее, хотя Паскаль умер, но дело его живет. И в девятнадцатом веке описание опыта с бочкой вошло сначала во французские учебники физики, а потом и в учебники физики по всему миру. И везде этот опыт описывается как опыт с бочкой Паскаля. И понятно почему. Потому что по духу этот опыт очень соответствует тому, что писал Паскаль. На самых первых страницах трактата о равновесии жидкостей, он говорит о том, что если вставить в широкий сосуд тонкую трубку, то давление в этом сосуде будет определяться только высотой столба жидкости в трубке. А вовсе не ее массой. Сами мы, конечно, произвели опыт с бочкой Паскаля. Хотя вместо бочки у нас был всего лишь тетропак, в который была вставлена тонкая трубочка. Но мы подняли ее на высоту около 10 метров. И сначала, когда мы наливали воду, тетропак раздулся. А потом у него оторвало горлышко. Так что давление внутри тетропака повысилось довольно-таки прилично. Ну, один из наших зрителей написал, тем не менее, что неплохо было бы измерить это давление с помощью манометра, чтобы убедиться, действительно ли оно поднялось на целую атмосферу. Вместо этого я сейчас проведу рассуждение совершенно в духе Белеза Паскаля. Ну, простейший манометр. Это жидкостный манометр. Вот у нас пока что вставлена одна трубка в бочку. А я добавлю еще одну трубку. Ну и понятно, что чтобы ее заполнить водой, нам придется налить объем воды равный объему этой трубки. Ну, и мы хорошо знаем и твердо уверены в том, что вода в обеих трубках окажется на одной и той же высоте, потому что у нас получились сообщающиеся сосуды. Значит, если первая трубка имеет высоту 10 метров, то и во второй трубке вода поднимется на 10 метров. Ну, спрашивается, а что же ее выталкивает на эту высоту? Ну, единственное, что может вытолкнуть, это давление, созданное внутри вот этой бочки. Значит, давление там действительно поднялось на целую атмосферу. И все-таки этот мысленный опыт может не убедить некоторых наших зрителей. И поэтому сейчас мы вам покажем реальный опыт, который мы нашли на просторах все того же Ютуба. Это канал Physics for Life. Трубка поднята на высоту 40 метров, так что давление поднялось до 4 атмосфер. И стеклянная колба разрывается давлением изнутри. А теперь пришло время перейти к нашему заключительному вопросу. Мы с вами уже поняли, что тонкая, но высокая трубка создает огромное давление. Но что будет происходить, если мы будем постепенно уменьшать диаметр трубки? Сделаем ее сначала 1 мм, потом 1,1 мм. Неужели она будет по-прежнему создавать это давление? Ну, ясно, когда диаметр трубки уменьшится до нуля, весь эффект исчезнет. Но где же проходит граница? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на Ютубе. Но это еще не все. Давайте продолжим наши эксперименты над алгоритмами Ютуба. Сейчас наш ролик «Гидравлическая машина», которая, кстати, тоже описана в том же трактате по скале о равновесии жидкостей. Этот ролик сейчас активно идет в гору. Я предлагаю вам снова его посмотреть и посмотреть, что произойдет с ним на просторах интернета. А панику на Нью-Йоркской бирже мы организуем как-нибудь в следующий раз.